Вместо хрущевок и аварийных домов Площадь около 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров О самой актуальной информации в сфере недвижимости, архитектуры и строительства Расскажем в программе «Квадратный метр» У любого жилья есть свой срок годности Дома ветшают, как и многое на свете В Алматы насчитывается сотни домов Условия, в которых давно не пригодны для жизни Решением проблемы стала разработанная программа «Ветхое жилье» Цель которой – снос аварийных домов и хрущевок, чей срок эксплуатации истек Программа позволяет привлечь инвестиции, обеспечить рабочие места И самое главное – улучшить жилищные условия горожан Все те дома, которые мы планируем включить в нашу программу Они уже все свои сроки службы просто прошли Так, если сказать, каркасно-камышитовые дома, которые были возведены В 20-е, 30-е, 40-е, 50-е домов У них, в принципе, срок службы был всего 25 лет В настоящее время этот срок уже в 2-3 раза себя превысил Также можно отметить, что во многих таких домах Нет просто определенных человеческих благ Таких, как уборные, централизованное отопление И эти дома, в принципе, уже сами по себе разрушаются Отличие ветхого жилья от аварийного в том, что в первом еще можно проживать Но общий износ здания уже составляет более 60% В аварийном же доме существует реальная угроза обрушения несущей конструкции фундамента Степень изношенности здания в Алматы определяет специальная межведомственная комиссия По официальной информации, сегодня общая площадь квартир В ветхих домах Алматы составляет более 350 тысяч квадратных метров И жильцам этих старых домов предстоит переселение Семье, которая жила в ветхом жилом доме Будет предоставлена квартира в новом многоэтажном комплексе со всеми удобствами В своей практике под переселением мы неоднократно сталкиваемся с жителями У которых, можно так сказать, что завышенные требования Что в свою очередь тормозит именно саму эту процедуру Почему все время затягивается весь процесс Мы, когда начинаем переговорить с одним домом, вполне возможно, что больше 50% будут согласны И если из этих 50% согласных уже готовы переехать То, соответственно, находятся люди, которые не согласны С предоставляемыми помещениями, жилыми помещениями, коммерческой недвижимостью Тем самым они начинают срывать всю нашу деятельность Но в итоге к какому-то консенсусу мы все-таки приходим Но, опять же, из-за одного человека в доме страдает весь дом Которые действительно уже проживают в домах, которые никаким санитарным нормам уже не отвечают Есть системная проблема Это связано, опять-таки, с переселением людей То есть мы изучили опыт Москвы, опыт Астаны И наш собственный опыт у нас есть И мы готовим программу реконструкции И готовим изменение законодательства Особой статусе города Алматы В котором прописывается механизм Который уже реализуется успешно в других городах Когда происходит процедура голосования Мы хотим такой же опыт сделать у нас в Алмате То есть там происходит голосование жителей дома Если две трети людей голосуют за То мы этот дом принимаем в разработку и готовим его к реконструкции Если нет, то дом остается у меня нашей программы И, соответственно, по нему никаких движений не делается Эта схема такая достаточно прозрачная, демократичная И она уже работает в Москве Снос ветхих домов и все связанные с ним работы Будут выполнять инвесторы Или предприятие капитального строительства Акимата города Алматы Которое занимается привлечением частных инвестиций Для реализации социальных программ На сегодня компании удалось заключить договоры С тремя крупными инвесторами Мы уже запустили три проекта, где пришли частные инвестиции Что позволит ускорить процедуры сноса До конца текущего года мы намерены подписать На 69 домов снос с частными инвесторами Следующий год у нас более амбициозный Мы хотим запустить работу 200 домов практически под снос С участием инвесторов На сегодняшний день мы взяли в работу около 1000 домов Составляем специальную карту локации этих домов по городу Алматы И с каждым этим проектом мы пытаемся Каждый дом пытаемся обыграть таким образом Чтобы он стал привлекательнее и для нас И для города, и для инвесторов Это наша главная задача По словам директора компании Интерес для участия в программе уже проявляют инвесторы Как из регионов Казахстана Так и Китая, и Турции Привлечение инвестора в такой сложный проект Подразумевает, чтобы он готовился к тому Что часть прибыли он будет тратить на расселение Вот в этом смысле сложный проект для инвесторов То есть если верхняя часть города Алматы Интересно для инвесторов, потому что здесь высокие цены И есть спрос большой То нижняя часть города, где большинство у нас находится Больше половины домов находится именно в Турции Там сложные условия для работы И там получается себестоимость высокая И продажность она низкая В этой связи маржа минимальная И инвесторы в тот район не особо идут И вот наша задача, как ПКС Попробовать срастить высокориентабельные проекты Которые находятся в верхней части города И с проектами, которые находятся в нижней части города Планируем работу организовать на паритетной основе То есть ПКС будет вкладывать свои деньги на расселение людей И строительство стартовых домов Инвесторы, заходя, будут осваивать чистую территорию С готовой инфраструктуры Согласно программе, снос будет производиться поэтапно Инвестор заключает договор с каждым квартировладельцем В новом доме ему выделяется однотипная квартира То есть вместо однокомнатной Тоже однокомнатная Мы готовим программу сейчас По сносу, по реконструкции Живой настройки города Алматы И вот на начальный период мы насчитали Где-то порядка 6 миллиардов тенге Которые город должен потратить на строительство сетей И мы имеем полное понимание С сторон городских властей Что шаг за шагом, проект за проектом В бюджете города будут приниматься такие деньги На строительство именно таких объектов То есть инвестор тратит деньги на строительство ПКС организовывает весь этот процесс А город тратит деньги на строительство сетей Школы и детсадов Мы сейчас с вами находимся В одном из таких домов, которые подлежат сносу Как вы видите, здесь, честно говоря Даже находиться небезопасно Перекрытия скрипят Дыры в полу Конечно, эти жильцы сейчас отселены Они получили новые квартиры Большая часть фонда ветхого жилья Около 500 домов Находится в Турксибском районе Алматы В Астандыкском районе 373 ветхих дома В Житасуйском 181 подлежащий сносу дом В Алмалинском расположено 142 аварийных дома В Медеусском районе имеется 135 домостроений Построенных до 1965 года И 18 домов барачного типа Из них сносу подлежат 28 В настоящее время в программу включено около 1000 домов И, к сожалению, только половина из них Находятся какими-то крупными комплексами А остальные половина, более 500 домов Это отдельно стоящие дома И такие отдельно стоящие дома Являются, в принципе, инвестиционно непривлекательными В связи с тем, что нерентабельно тянуть сети под них И очень сложно переселение делать Что касается массивов То на сегодняшний день у нас выделено 32 массива По которым ведется работа по привлечению инвесторов Очень много задается вопросов нам По поводу того, не будет ли жилье Полученное по программе переселения Меньше того, что имеется сейчас в наличии Могу ответить сразу, что нет Эта квартира будет не меньше Она будет больше Так как нормы строительные сейчас изменились И обеспеченность жилья на одно лицо увеличивается Если квартиры с нужной жилплощадью В районе, который подлежит сносу И расселению не окажется То предприятие капитального строительства Вправе предложить семье переселение В любой другой район города Если в этом доме есть жилой фонд Принадлежащий компании Если же хозяин квартиры в ветхом доме Намерен улучшить свои жилищные условия Или сменить место проживания Он может письменно обратиться Чтобы ему предоставили квартиру больше площади Или комнатности Если жильцы, которые будут участвовать в нашем переселении Хотят купить квартиру значительно больше Чем то, что мы предлагаем Ну, например, у жильцов двухкомнатная квартира Они хотят получить трехкомнатную В таком случае эти дополнительные квадратные метры Будут оплачиваться по рыночной стоимости Я житель этого нового дома Очень долго мы ждали эту квартиру Ну, там у нас была полуторка, грубо говоря Двухкомнатная квартира Который дом был 60-х годов Вот, и дом уже сам разрушался Ходуном полы ходили Потолок у нас обваливался на втором этаже И, естественно, это совсем другая квартира И по квадратуре она больше Из двухкомнатной мы сделали трехкомнатную квартиру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин